Друзья, я вас всех приветствую на своем канале. Давненько у нас не было дорогих больших автомобилей на обзоре. Сегодня я вам покажу автомобиль марки BMW. Это X7, семиместный большой внедорожник, большой, приогромный кроссовер. Кто как называет эти автомобили. Машина с мощностью 30D. Это означает, что у вас B57 надежный экономичный двигатель. Здесь ZF-8 и полноценный полнопривод. Машина очень-очень в хорошей комплектации. Может каких-то мелочей по комплектации будет не хватать, но это все мелочи на фоне его цены. 8 390 000 рублей за 69 000 оригинального пробега. Это 2020 год. А теперь погнали его смотреть по комплектации. Итак, давайте по внешке пробежимся. LED-фары, огромные очки радиаторной решетки. Есть камера 360, есть LED-противотуманные фары. Есть снизу под радиаторной решеткой. Сейчас я вам покажу. Это радар адаптивного круиз-контроля и дистроника. Машина в заводском М-пакете. М-пакет, естественно, у нас полный, с салоном. Красивый, темных тонов, металлик, цвет. Колеса у нас огромные, двухцветные, литые диски. Они у нас 22-е. У нас усиленные тормоза синего цвета M. То есть с улучшенной производительностью. Про камеры я вам сказал. Сейчас покажу из салона. Есть, естественно, бесключевой доступ. Есть антихром. Двойные стекла. Есть панорама и люк. Огромные рейлинги для установки грузов. Это большой семейный автомобиль. Очень огромных размеров. Что-то наподобие крузака 200-ки, 300-ки. Может быть, чуть меньше. Но там по характеристикам нужно смотреть. Но, в принципе, что-то в этом роде. Про тормоза сказанные. M-тиски, M-шильды. По кузову диодные красивые задние фонари. Многие, наверное, скажут, а что у него нет обозначения. Ребята, есть такая компоновка с завода без обозначения мощности. То есть когда на задней крышке нет 30, 40, 50D обозначения уровня мощности. Так, выхлопная труба. Кстати, ребят, немаловажный момент. Здесь есть подруливающая задняя подвеска. Что делает более комфортную езду на этом большом автомобиле. И, естественно, делает более меньшие развороты на большом автомобиле. Кто ездил, тот знает, что большой угол поворота здесь из-за того, что колеса выкручиваются в противоположную сторону. То есть радиус разворота становится намного меньше. То есть и такой большой автомобиль может на небольшом пятачке развернуться. Итак, ну про парктроники 360, кстати, не сказал. Слепые зоны, да, вот кто не знает, где они. Вот треугольнички оранжевым загораются. Такие вот вещи очень нужные. Тем более вы едете на большом автомобиле, это прям крайне. Необходимо по опциям. Итак, электропривод крышки багажника. То есть борт у нас также открывается, принудительно и закрывается. Ребят, есть фаркоп. Сейчас он появится из подзаднего бампера. Вот он. При необходимости, да, можно что-то еще и тащить за собой. Как бы так же очень легко все это убирается. Третий ряд я вам разбирать не буду, но он с электроприводами. Здесь тоже есть также подстаканники, фоновая подсветка в подлокотниках третьего ряда. Ну и здесь, значит, такой вот отсек для всяких мелочей. Вот управление, то есть открытием, закрытием вот этого третьего ряда. Кстати, зацените Алькантара. Отделка потолка у нас Алькантара. Так, ребят, что, погнали дальше. Давайте, наверное, к интерьеру. Так. Ну и так. Я бегло рассказываю, потому что если мы будем смотреть на каждую опцию, про нее долго рассказывать, это займет очень большое количество времени. А так, то есть за 5-7 минут мы сейчас переберем все опции. Доводчики на всех дверях. Видно, да, что подтягивает магнитик. Так, алюминиевые клавиши облагорожены. Это тоже опция у BMW. Двойные стекла для лучшей шумоизоляции. Естественно, все стекла автоматические. Значит, зеркала с электроскладыванием функциям подогрева. Есть, значит, у нас массаж полностью, значит, есть подколенный подпор, значит, настройки боковых поддержек спины, подогрев сидений. Единственное, чего не хватает, это вентиляция. Ну, ребят, вентиляция кому-то нужна, кому-то она нафиг не нужна. Так, накладки, естественно, у нас М-пакет, вот эти стальные на педалях. Оригинальные коврики, значит, электро... У нас управление рулевой колонкой с памятью, естественно, как и сидения все. Значит, у нас даже есть тип автопилота, подруливание. Здесь таким вот оранжевым загорается, когда вы совсем руль отпускаете, оно будет на вас ругаться. Управление адаптивным круиз-контролем, подогрев рулевого колеса. Значит, в бумеранге виртуальная приборная доска, есть проекция. Не сказал, что здесь акустика Харман. Хорошо играет, мощно. То есть большое количество колонок и усилителей есть. У нас... Так, сейчас я покажу. Значит, с охлаждением и подогревом оба подстаканника. Такая вот приятная вещица. Ну, естественно, значит, у нас раздельный климат. Вот у нас здесь управление. Камера 360. Везде, ребята, такая приятная алькантара. Черный потолок, ну и секция сдвижного люка с панорамой. Так, возможно, что-то могу забыть. Типа, знаете, как беспроводная зарядка вот там вот находится. Мелочей дофига и больше в этом автомобиле. С электроподтяжкой, значит, ремни безопасности. Так, огромный просто невменяемых размеров проем, чтобы попадать на второй и третий ряд сидений. Ну, естественно, он большой, потому что это отъезжает. И для того, чтобы люди могли попадать на третий ряд. Здесь на третьем ряду, то есть, два взрослых пассажира уместятся без проблем. Все это, конечно, есть везде. Фоновая подсветка, классная музыка, да, то есть, электронастройка дивана, как я и сказал. Полностью такие все вещи, вот как на пятерочках, на семерочках установлены. Четырехзонный климат, подогрев, значит, трехуровневый заднего дивана. Ребят, ну, как-то, наверное, буду подытоживать, надо заканчивать. Возможно, кого-то будет заинтересовать данное предложение. Возможно, на момент того, когда вы смотрите ролик про этот замечательный X7, он еще не выставлен на продажу. Сейчас X7 очень-очень мало на продаже, поэтому обратите внимание. Кстати, машина на пневме, видите, как она сейчас, вот, можно ее подприезжать, можно максимально поднять. Тоже про пневму не упомянул. Возможно, это тоже для кого-то будет очень важная опция при выборе себе автомобиля. Итак, 8 миллионов 390 тысяч, надеюсь, что я не ошибся. Значит, в описании будет точная цифра. 2020 год, 69 тысяч пробега, тридцатка, естественно, дизель. Ребят, на этом у меня все. С вами был Дмитрий. Всем всего хорошего. Мой номер в описании. Всем пока.